Добрый вечер, уважаемые телезрители и любители футбола. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач про чемпионат мира. И сегодня мы будем обсуждать вчерашние игры, а также те игры, которые пришли сегодня. Наш гость сегодня в студии, начальник главного управления молодежи и спорта города Баку, господин Рагиф Аббасов. Рагиф Аббасов, добрый вечер, спасибо, что пришли к нам в студию. Добрый вечер, вам спасибо, что пригласили. В первую очередь я бы хотел узнать ваше впечатление в целом об этом чемпионате. Что вы думаете? Очень интересное открытие. Первый чемпионат мира, который проходит осенне-зимний период. Первый чемпионат мира, проходящий в мусульманской стране. 22 по счету. В пяти городах, в восьми стадионах. Максимальная посещаемость, очень такие пестрые болельщики. Большая динамика, интересный футбол, ровный футбол. Ориентировочно континенты все друг друга изучили. Интересные команды. И самое главное, до последнего момента очень много вопросов. Так, кто же следующий? Вот так приблизительно. Отлично. Еще перед тем, как мы начнем обсуждать игры, я бы хотел спросить, какие команды были вашими фаворитами до начала чемпионата? И поменялось ли что-то уже по прошествию двух туров? Что-то, может быть, какие-то фавориты отпали уже из гонки в вашем понимании? Нет, в принципе, те команды, за которые в отсутствие Азербайджана и Турции я болею, они остаются фаворитами. И я считаю, что они до победного будут продолжать. Это, скорее всего, сборная Британии. Ага, отлично. На самом деле, по прогнозам, они были стабильно в топ-5. Но Бразилия, Франция и чуть-чуть ниже Аргентина котируют все-таки повыше, чем сборная Англия. Ну, мотивирую, почему болею за сборную Британии. Это единственная команда, которая, если станет чемпионом, то весь мир услышит про Азербайджан. Потому что они стали чемпионом мира в 1966 году. И тогда боковой лайнсман сыграл огромную роль, правильную роль Тофик Бахрамов. И в случае, если британцы станут чемпионом мира, то наверняка вспомнят первое чемпионство и вспомнят про нашу страну. Да, я думаю, кстати, вот буквально несколько дней назад я в интернете увидел реконструкцию того самого момента в финале чемпионата мира 1966 года. И самые современные технологии оцифровали это самое видео. И все-таки была поставлена точка в споре об этом голе. Все-таки, да, это был гол. И наш великий судья все сделал правильно в том моменте. Хорошо. Кто помимо сборной Англии, допустим, с кем они могли бы играть в финале? Ну, скажем так, в полуфинале, по моему прогнозу, это Аргентина, это Франция и одна из африканских стран. Очень интересный прогноз. Про африканскую команду отдельно поговорим. А про сборную Аргентины. Она в первом туре проиграла, во втором туре достаточно сложно. С большим трудом одолела все-таки сборную Мексики. Вы считаете, что они могут добраться до полуфинала? Могу привести массу примеров. Итальянцы, играя на чемпионатах мира, начинали с проигрышев, делали ничью, выигрывали, выходили из группы и доходили до финала. Аргентина будет играть по нарастающей. Их просто все хорошо изучили. И они, я думаю, это понимают. Но великий футболист, который уходит с большого футбола, для которого это, скорее всего, последний чемпионат мира, наверняка захочет попасть в историю. И огромное количество болельщиков, наверное, это тоже хотят. Нейтральных болельщиков, да, на самом деле поддерживают сборную Аргентины. Кстати, одниско игроков, даже Луис Энрике, тренер сборной Испании, сказал, что если уж не мы победим, то пусть победит Аргентина. И Лео Месси, он заслуживает того, чтобы стать чемпионом мира. Объективно. Да. Роговим, мы перейдем к обсуждению вчерашних игр. Вчера составлялись четыре игры. В группе Е сыграли сборную Японии и Коста-Рики. Сборная Коста-Рики достаточно неожиданно победила со счетом 1-0. И сборная Испании сыграла в ничью со сборной Германии. Что скажете об этих играх и, в принципе, о перспективах этой группы? Я думаю, что футбол – это игра стратегически тактическая. И Коста-Рика выиграла вчера тактически. Потому что, в принципе, одна из трех игр за очень короткий интервал времени все-таки команде должна даться. И есть еще фактор наигранности. Те команды, которые меньше всего из-за рубежа приглашают игроков, для их наигранности нужно больше времени. У Коста-Риканцев это в основном те, которые играют у себя на чемпионате и те, которые наиграны. У японцев это в основном приглашенные из Бундеслиги. Поэтому Коста-Риканцев взяли за счет этого. Могли ли вроде бы дисциплинированные японцы как-то после победы на сборной Германии почувствовать себя неуязвимыми и решить обыграть сборную Коста-Рики в полноги? Дисциплинарность недостаточна для победы. Еще должны быть физические возможности и большая скамейка запасных, одинаково играющих. У японцев не хватило второго. Германия и Испания 1-1. Ожидаемо. Немцы будут прибавлять. Немцы это классика футбола. Они не меняют эту классику. Очень молодой состав, обновленный состав. И однозначно, что испанцы и немцы очень хорошо друг друга знают, потому что их игроки многие пересекаются в клубных играх, на чемпионатах различных стран. И поэтому, скорее всего, больше всего ожидаемая ничья. А в последних турах Германия и Испания будут еще больше прибавлять. Ну да, сейчас на данный момент сборная Германии с одним очком на последнем месте. У Испании 4 очка, у Японии и Коста-Рика по 3 очка. Нас ждет, я думаю, очень интересный третий тур. И следующая группа, которую мы будем рассматривать. Это очень интересная, я считаю, группа. Здесь в группе F играли сборная Хорватии со сборной Канады. Хорваты выиграли со счетом 4-1 в очень классном стиле, очень напористо. Причем Канада считалась одним из кандидатов на статус темной лошадки. Они показали прекрасную игру в первом туре. И сборная Бельгии сенсационно проиграла сборной Марокко. Что скажете по этому поводу? Ну, по поводу Хорватов. Это очень опытные игроки. Кстати, одна из возрастных команд на чемпионате мира. И очень опытные игроки. За счет индивидуального мастерства Хорваты переиграли канадцев. Канадцы перегорели, потому что забив очень быстрый гол и потратив очень большое количество физической концентрации, к 20-й минуте первого тайма картинка поменялась. Хорваты взяли чисто за счет индивидуального опыта и за физического атлетического футбола. Ну, а потом максимально использовали все возможности, которые попали. И я думаю, что счет мог бы быть еще более. Да, на самом деле. Да, они во втором тайме очень сильно доминировали в этой игре. По ситуации в группе Ф у нас сборная Хорватии с 4 очками лидирует. Еще одной командой у сенсации Марокко тоже 4 очка. Лишь по разнице забитых и пропущенных она уступает Хорватам. Сборная Бельгии с 3 очками. На третьем месте канадцы. Ну, вот тут насчет марокканцев. Может быть, не канадцы, а все-таки марокканцы являются черной лошадкой. Да, по сути, да. И вот, если мы посмотрим, в принципе, фактор семьи, как игроки сборной Марокко после игры делились счастьем и радостью со своими представителями семьи, которые были. Континентально их поддерживают, потому что все-таки Катар это гораздо ближе к марокканцам, нежели к бельгийцам. А бельгийцы, я считаю, что до начала чемпионата мира их слишком перехвалили. Они на бумаге и по всем статистическим показателям являются фаворитами. И, в принципе, их игроки играют в топ-командах европейского континента. Но вот тут, по сравнению с игрой Хорватия-Канада, тут наоборот, победила командная игра, индивидуальное мастерство. Ну и обязательно нужно подчеркнуть все-таки грамотную работу тренерского штаба у марокканцев, которые четко, точечно сделали замены. В течение первого тайма трижды менялись тактику игры 4-3-3, 4-4-2 и опять возвращение на 4-3-3. Ну, может быть, для среднестатистического зрителя это как бы не видно, но стиль игры менялся и бельгийцы не успевали за этим. Ну и индивидуально все выложились. То есть, если мы посмотрим статическую матча после игры, каждый игрок у марокканцев отбегал больше, чем его визави и кто опекал. Да. По поводу этой группы, значит, по поводу бельгийцев, точнее, я хотел. Все-таки я согласен с вами, что эта команда немножко на этом турнире точно проваливается. Но в целом это у них потрясающее было поколение, которое, к сожалению, так ничего и не смогло выиграть. И, вероятнее всего, это поколение уже заканчивает. Вы знаете, они попали на между... период на между чемпионатом и мира. И это вот поколение до того, на предыдущем чемпионате мира, было молодым, а на этот чемпионат мира они уже возрастные. То есть, их период попал на межсезонье, как бы так, грубо говоря. Но я думаю, в последнем туре в группе бельгийцы все-таки захотят доказать себя. Ну, а марокканцы не упустят свой шанс. И это будет просто трагедией после всего этого не выйти из группы. После всего того, что они добились, я думаю, да, это для них будет трагедия. Перейдем к сегодняшнему матчу, Рагов Малим. Значит, сегодня у нас прошли просто потрясающие по своей атмосфере игры. Значит, в группе G играли сборная Камеруна и сборная Сербии. И матч закончился со счетом 3-3. Тут три раза менялся лидер. То есть, изначально сборная Камеруна забила. Затем в течение трех минут в самом конце первого тайма сборная Сербия перевернула игру. Вышла вперед. Во втором тайме она еще более увеличила свое преимущество. А потом растеряла тоже за несколько минут. Что скажете по поводу этой игры? И считается ли, что это была самая яркая игра этого чемпиона? Да, во-первых, она как бы после игры сборной Англии и Ирана. Это вторая как бы такая результативная по мячам игра. Ну, колумбийцы сильны духом, получается, что чисто не сдались, не сдулись. И каждый мяч, он был очень красив по тактической подготовке команды. Сербы, я думаю, немножко расслабились раньше времени. И вот это сыграло негативно. Да, момент после 3-1, мне кажется, они немножко, на самом деле, я с вами полностью согласен, они расслабились. Скажу честно, на предыдущих передачах мы со всеми гостями, я постоянно утверждал, что сборная Сербии, в моем понимании, это один из, не то чтобы фаворитов, но темная лошадка, у которой потрясающий состав. В составе этой команды играет мой любимый футболист, это Сергей Милинкович Савич. Я его считаю самым совершенным, как минимум, полузащитником современного футбола. И я на них очень рассчитывал. Правда, опять же, для них ничего не потеряно. Сегодня в этой группе прошла вторая игра, буквально полчаса назад она завершилась. Бразилия обыграла сборную Швейцарии со счетом 1-0. Достаточно сложная игра, но все-таки бразильцы играли с запасом, что скажете по поводу. Хитрят бразильцы, конечно. Да, я думаю, они скрывают свой потенциал. И я думаю, что на 1-8 еще Неймар вернется к команде. Интересно то, что если посмотрите по наигранности, те, кто выходят на замену, они бегут больше, чем те, кто играет. Немотивирование, скорее всего. То есть чувствуется, что горят. Ну и гол Казимира, он просто потрясающий. И первый гол в предыдущей игре нападающего бразильцев, он тоже очень красив по своему забиванию. Радует то, что бразильцы мало фалят, а это значит, что они опережают по скорости. И посмотрев игру первую у бразильцев и вторую, можно понять, что у них есть еще несколько вариантов тактических. И, скорее всего, третья игра в группе у бразильцев, она будет еще ярче. Подождем, совсем уже мало осталось до этого момента. Кстати говоря, интересный факт. У нас завершились вторые туры в семи группах из восьми. И всего лишь две команды у нас набрало шесть очков. Это достаточно удивительный результат, потому что обычно на групповой стадии у нас бывает очень много фаворитов, которые первые две игры выигрывают, а затем уже спокойно доигрывают третий тур. На нынешнем чемпионате это только сборная Франции и сборная Бразилии. Те команды, которые на самом деле рассматриваются как фавориты. И еще у двух команд есть шансы сделать это. И сборная Гана, и сборная Португалии, которые сыграют чуть позже, сразу после нашего эфира. Ну, как раз перейдем к этой группе. Уругвай, Южная Корея, они решили дать бой по зрелищности игре Камерун-Сербия. 2-3 сборная Гана победила. Это был потрясающий по накалу матч. Что скажете по поводу этой команды? В принципе, команда Гана и в первой игре она была очень хорошей, там чуть-чуть не хватило. Могу сказать то, что Гана это те футболисты, та молодежка, которая на отборочных играх и своего континента, и на чемпионатах мира играла. То есть, это непростые ребята, и они понимают, что скауты крупных ведущих команд за ними следят, они играют на это. Очень понравилось то, что очень динамично атакующие полузащитники, очень сильные нападающие, атлетическая команда. Но там доминирует желание, физическая выносливость, ну и очень яркие болельщики, которые подбадривают и ведут свою команду вперед. Я думаю, что команда Гане в следующей игре покажет такой же интересный футбол. Что касается насчет португальцев, вот тут, я не знаю, может быть вы со мной не согласитесь, разочаровывает Португалия, это не та Португалия. Чувствуется, что связь между игроками и вот скорость мышления, ведь футбол это что, ты должен быстро принять решение, и это решение должно быть правильным. Оно должно соответствовать решению команды. На предыдущих чемпионатах Европы и мира португальцы мыслили быстрее. Здесь немножко не так, может быть еще и нападение и полузащита возрастная стала, но за счет опыта долго идти вперед так не получится, я так думаю. Как думаете, ситуация с Криштианом Рональдом, его знаменитые интервью, расторжение контракта, сыграло ли какую-то роль в этом? Это, конечно, давит на игрока, с одной стороны это хорошо, с другой стороны это плохо, но больше это плохо, потому что ты сегодня должен думать то, чем ты сейчас занят. А все потом, это потом. Ну, кстати говоря, вот в поддержку ваших слов скажу, что после поражения сборной Германии от сборной Японии очень много в самой Германии критиковали немцев за то, что вместо футбола они концентрировались на каких-то политических лозунгах и так далее и тому подобное. По этой группе, значит, у португальцев три очка, ну, одна игра и Уругвай, соответственно, одно очко. Гана две игры, три очка и Южная Корея две игры, одно очко. И в третьем туре будет игра. Это рубка, но это будет рубка еще, которая таким отдает немножко ностальгии. Наверное, все помнят один из ярчайших матчей чемпионата мира, Гана Уругвай. Это легендарное спасение Луиса Суареса, который и на этом чемпионате есть. Я думаю, для игроков и болельщиков сборной Ганы этот матч будет иметь колоссальное значение. И посмотрим, с каким багажом очков подойдет сборная Уругвая этому матчу. Я считаю, что они могут дать бой сборной Португалии. Я тоже так считаю сегодня и в последующем Уругвай все-таки будет играть на качественный футбол и максимально захочет взять очки, потому что шансы на это есть. Да, я с вами полностью согласен. Перейдем к третьим турам. Незаметно совсем буквально, вроде бы открытие вчера было, но уже мы подходим, если не к концу, но к экватору мы точно пересекли группового этапа. И завтра у нас состоятся игры третьего тура в двух группах, группе A и группе B. Начнем с группы A. Сборная Эквадора, у которой 4 очка, сыграет со сборной Сенегала. И у сборной Нидерландов, которая также 4 очка, сыграет с Каттером, который математически потерял все шансы на выход из этой группы, но предполагаю, что они как минимум захотят на домашнем чемпионате хоть что-то сделать. Как это запомнится? Ну, голландцы, нидерландцы, они должны, в принципе, взять, ну, задача минимум это 1 очко, чтобы как бы выйти из группы, да, потому что, в принципе, пересечение с группами, которыми они будут играть потом, это будет приблизительно одинаково по силе команды. Ну, катарцы, конечно, у себя дома и матч открытия, проигрыши, потом проигрыши, это, конечно, расстраивает, потому что любая команда у себя дома хочет запомниться. Ну, реальная ситуация такая, что, конечно же, голландцы, они сильнее на голову. Однозначно. Да, ну, катарцы будут стараться. Я думаю, что здесь, вероятно, всего, будет ничья. Но, что касается насчет Эквадора и Сенегала, я думаю, это будет потрясающий по зрелищности матч. Матч за выход из группы. И Сенегал, и Эквадор, они хотят и могут продолжать играть, и потенциал игроков позволяет, если я не ошибаюсь, у Эквадора в нападении играют те, которые сегодня в английской премьер-лиге также являются самыми забиваемыми игроками. Так, поэтому вот тут тоже будет очень интересно. Вдвойне интересно то, что матчи, если я не ошибаюсь, третьего тура, они будут проходить в одно и то же время. В одно и то же время. А это для того, чтобы не было спекулятивности и не было, как бы, запаса для тех команд, которые, поняв, что им можно сыграть ничью или даже проиграть, не тратя на это силы, все равно выйдут из группы. Поэтому я думаю, что завтра мы увидим такую активную игру. Вероятность будет, что мало мячей забита, потому что когда обеим командам надо выигрывать, тогда много мячей не забиваете. Тем более сборная Эквадора достаточно ничей на самом деле, и вероятнее всего она и будет играть на ничью, скорее всего. Да, по коэффициенту. Ну, тут я думаю, что шансы 50 на 50. Окей, давайте попробуем все-таки сделать прогноз и затем проверим. Начнем с игры полегче. Полегче. Нидерланды, Катар, как думаете? Счет и предположение по результату? Больше всего ничья, скорее всего. Ничья? Отлично. Результативная или нулевая, как думаете? Результативная. Результативная, отлично. Эквадор, Сенегал? Эквадор. Эквадор. Я со своей стороны поставлю на сборную Нидерландов. Я считаю, что они должны выигрывать. И все-таки вот здесь я с вами не соглашусь. Мне кажется, сборная Сенегала в этих двух играх показала себя получше. Мне кажется, они должны, они показали себя ярче. Мне кажется, сборная Сенегала победит и пройдет эту группу. И переходим к группе B, которая изначально вызывала интерес не только по футбольным причинам. Это самая политизированная группа на этом чемпионате. Ну, прям история на историю. В этой группе играет сборная Ирана и США. Это уже достаточно. А еще у Эльси Англия. Э, Англия ваш фаворит, я знаю. В последнем туре завтра в 23.00 по бакинскому времени играет сборная Ирана и США. А также в это же время у Эльси со сборной Англии. Теперь давайте по группе пройдемся. У сборной Англии 4 очка. И великолепная разница мячей, кстати говоря. У сборной Ирана 3 очка, но минус 2 у них из-за крупного поражения сборной Англии. США 2 очка, 2 ничи в двух играх. И у сборной Уэльса 1 очко. Все команды имеют шанс выйти и все команды имеют шанс вылететь из чемпионата мира. Что думаете, ваш прогноз? Британцы, даже проиграв в третьем туре, все равно имеют хорошие шансы выйти. Да, у них есть шансы. Поэтому я думаю, что все-таки американцы не смогут выиграть Иран. Хотя по обоюдным встречам Иран на чемпионатах мира побеждал американцев. Вероятное всего, что эта игра завершится в ничью. А Уэльс, победив Британию, как бы вот сможет продолжить. Вдвоем они выигрывают. Да, я вот думаю, как-то так. Игра Уэльса. Вам не кажется, что эта команда все-таки немного игровая модель, ее состав, они немножко все-таки устарели. Как звезды их постарели. Это и Реймзи, и Бэйл. Но сама по себе игра у них такая, против которой, я прошу прощения, большинство современных команд научились играть. Вы знаете, футбол, он выровнялся. И очень многие команды превосходно друг друга знают. В одной команде играют игроки, которые в клубах могут пересечься. Сборная Уэльса, если мы посмотрим, как она выходила из группы, получив путевку на участие в чемпионатах мира, там также была такая же игра была, тот же стиль был. И соперники были не слабее. Но эта команда, она такая точечная команда на конкретных моментах. Игра команды поставлена на конкретных моментах. Даже у любой из слабых команд в течение игры с сильным соперником бывает несколько моментов. И реализовав эти моменты, можно сделать игру. То есть, возвращаясь к тому, что философия футбола, она поменялась. И вот эта модель ВАР, системы, количество больших замен, тактическая подготовка тренерских штабов, наигранность игроков, она приблизительно у всех одинаковая. То есть, победа получается за счет микроэлементов. Еще больше, еще лучше, еще быстрее, еще сильнее. И вот Уэльс команда, которая по зрелищности может показывать не очень интересный футбол. Это стандартный навес. Это команда, сделав эпизод с углового, со штрафного. Ну, этого достаточно. Испешно британский футбол. История запоминает результат. А как сыграли, почему кто-то хорошо сыграл, кто-то плохо сыграл, кто-то опоздал, упал, не дал пас, это все забудется. Если история запоминает результат, значит, нужно действовать на результат. Окей. Хорошо, спасибо большое. Значит, давайте по счетам пройдемся, попытаемся все-таки сделать прогнозы в этой группе. Значит, Иран-США, ваш прогноз по счету? Игровая ничья. Окей. Результативная ничья. Я понял, да. И Уэльс Англия, очень удивительный для меня прогноз, с вашей стороны, что сборная Уэльса все-таки победит. Я думаю, минимальным счетом победит Уэльс. Но это все не в первом тайме будет происходить. Где-то в концовке. В концовке, да, все-таки там менеджеры на стадионах, через научники и так далее. Отлично, отлично. Но недоказуемо. Да, вот, кстати, в самом начале чемпионата сборную Каттера подозревали в этом. Да, а получилось наоборот. Получилось наоборот. И даже, мне кажется, там немножко с перегибом получилось. Потому что во второй игре у сборной Каттера был момент с пенальти, я считаю, практически стопроцентный. Это был пенальти, когда главная звезда этой команды, он шел уже практически на удар, ему под опорную ногу, буквально снесли его. В этом моменте, я считаю, по-моему, это уже сыграло против них, что решили им вообще перестраховаться. Ну, это как бы так. Некоторые команды, помимо того, что на поле играют, выигрывают или же там делают ничью или проигрывают, им же еще пресса помогает. Их же еще менеджеры. То есть, например, сегодня, если мы посмотрим, британская пресса очень четко работает для своей команды до игры. Это сбивает с толку менеджеров, скаутов определенных стран, игроков, которые хотят играть в премьер-лиге в английский, не выкладываются, либо наоборот перегорают, чтобы их еще быстрее заметили. Это и есть часть футбола. Более того, правы те тренеры, которые не позволяют выходить своим игрокам на интернет-связь, на социальные сети, на мобильную связь. Потому что концентрация, она должна быть максимальной. Когда ты концентрирован, результат будет даваться тебе быстрее и легче. Но вот давайте воспринимать это так. Анти-пиар, работа скаутов, игра команды, пресс-конференция, это все вкупе делает результат. Окей. Я предлагаю, судя по всему, если я вам задам вопрос Месси или Криштиану, я услышу ответ Месси. И поэтому я бы хотел с вами все-таки обсудить и сборную Аргентины, и ее группу, и ее последний тур, который состоится уже послезавтра. У нас есть буквально полтора минуты до конца эфирного времени. Значит, в этой группе у сборной Польши 4 очка, Аргентины и Саудовская Аравия по 3 очка. Но у сборной Аргентины преимущество по разнице мячей. У нее эта разница, значит, плюс 1, у сборной Саудовской Аравии минус 1. И у сборной Мексики 1 очко. В последнем туре сыграет сборная Аргентины со сборной Польши с лидером своей группы. И Саудовская Аравия сыграет с Мексикой. Что думаете по поводу этой группы? Мексиканцы выиграют в пух и прах, потому что, значит, проигрыш и малое количество очков мексиканцев, это не значит, что они очень слабы и так далее. Эпизодически чуть-чуть им не повезло. Для них эта победа будет очень важна. И горят ребята, чувствуются молодые, физически подготовленные. И, в принципе, у них запаса больше. На Аргентину Польшу тоже должна победить. Хорошо, давайте по счетам попытаемся пройтись. Минимальная победа Аргентины над Польшей, плюс два мяча победа мексиканцев над Саудовской Аравией. Окей. Рагиф Аббасов, огромное вам спасибо за очень интересную беседу. С нами был начальник главного управления молодежи и спорта города Баку, господин Рагиф Аббасов. Это действительно одна из лучших бесед, которая у нас состоялась. Мы обязательно по записи выпишем ваши прогнозы. Потом, когда мы пригласим вас в следующий раз, мы обязательно по ним пройдемся. Посмотрим, насколько вы или мы были правы. Спасибо, уважаемые телезрители, что смотрите нас. Мы выходим каждый день по будням в 22.30 и по выходным в час дня. Смотрите нас, оставляйте комментарии под нашими видео в Ютубе. Нам интересны ваши прогнозы, ваше мнение о нашей передаче и в целом об этом чемпионате мира. Спасибо вам большое. Смотрите футбол, который начнется буквально через минуту. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!